Доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро, наши уважаемые телезрители, наши гости и жители Карачаева Черкесской Республики. На календаре 8 июля, пятница, и сегодня в России мы будем отмечать замечательный праздник, День Семьи, Любви и Верности. И сегодня, этим утром, я встречаюсь с заместителем министра труда и социального развития Карачаева Черкесии, Рита Тоская. И сегодня гость нашей студии. Доброе утро, Рита Александровна. День Семьи, Любви и Верности отмечается в России в этом году уже 15 раз. Организатором этого праздника является Фонд социально-культурных инициатив. И праздник приурочен к Дню памяти православных святых, которые являются хранителями семьи и брака. И если раньше этот праздник считался общественным, то, как вы знаете, 28 июня главы государства Владимиром Путиным был подписан указ в целях сохранения традиционных семейных ценностей, духовного и нравственного воспитания детей и молодежи. И праздник теперь приобрел государственный статус. Как вы знаете, президентом было ранее объявлено, что в нашей стране будет выстроена единая целостная система поддержки семей с детьми, начиная от этапа беременности и до достижения детьми возраста 18 лет. В настоящее время уже оказывается целый ряд мер социальной поддержки. Это такие выплаты, как выплаты беременным женщинам, потом по уходу за детьми до достижениями полутора лет, до достижения трех лет. Так, выплата, ну, сравнительно новая, значит, выплата семьям с детьми. У вас в возрастной категории от трех до семи лет. И с 1 июля прошлого года была введена выплата неполным семьям, которые имеют низкие доходы, и возрастной категории от 8 до 17 лет. Сколько сегодня в нашей республике многодетных семей, какими льготами, социальными выплатами они пользуются, которые предусмотрены законом? Как вы знаете, размер отдельных выплат у нас устанавливается, напрямую зависит от прожиточного минимума. И об этом важно сказать, что в 2022 году размер прожиточного минимума и минимальный размер оплаты труда индексировался дважды. То есть, согласно проекта закона о федеральном бюджете на 2022 год был заложен уровень индексации минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума в размере 2,5%. Тогда как Минэкономразвитие подтверждали уровень инфляции прошлого года в размере 7,97%. И главой государства было принято решение о индексации минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума на уровень, превышающий уровень инфляции, или на 8,6%. Аналогичные меры были приняты и руководством республики. С 1 июня этого года главой государства было принято решение об индексации минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума еще на 10%. Зеркальные меры были приняты и руководством республики. С 1 июня этого года прожиточный минимум на душу населения составляет 12 667 рублей, в том числе по основным социально-демографическим группам на трудоспособное население 13 806 рублей, для пенсионеров 10 893 рубля и детский региональный прожиточный минимум составляет 13 201 рубль. Но это говорит о том, что руководством государства республики принимаются существенные меры по дальнейшей поддержке многодетных семей. В бюджете министерства на эти цели, то есть на поддержку семей с детьми, предусмотрено ассигнование в сумме 4,7 миллиарда рублей. Подумайте, это очень существенная сумма. С начала года за 6 месяцев уже произведены расходы в сумме 2,3 миллиарда рублей. Основным приоритетным направлением деятельности министерства является реализация мероприятий регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография». В рамках регионального проекта у нас осуществляются выплаты семьям с детьми до достижения ими возраста 3 лет и выплаты регионального материнского капитала. На реализацию мероприятий регионального проекта в бюджете предусмотрено полтора миллиарда рублей. С начала года уже произведены выплаты свыше 700 миллионов рублей. То есть тоже, ну, в общем-то, это не жонглирование цифрами, это на самом деле очень серьезная плановая поддержка, целенаправленная поддержка семей с детьми. Вот в рамках регионального проекта осуществляется ежемесячная денежная выплата в связи с рождением первого ребенка. Это выплата, право на получение этой выплаты имеют семьи, у которых среднедушевой доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения. А размер самой выплаты составляет, ну, как бы устанавливается в размере прожиточного минимума регионального детского прожиточного минимума. И, как я уже говорила, с начала года прожиточный минимум детский составлял 12 тысяч 1 рубль, то с учетом индексации на 10 процентов, вот сейчас выплата на первого ребенка осуществляется в сумме 13 тысяч 201 рубль. Эта выплата осуществляется за счет средств федерального бюджета. И в бюджете республики на осуществление выплаты предусмотрено 588 миллионов, уже с начала года выплачено 292 миллиона, и выплатой воспользовались с начала года уже свыше 4400 семей. Как сказал президент, ну, многодетные семьи должны быть нормой, не только в нашей республике. Отрадно осознавать, что в кавказских регионах все-таки многодетных семей у нас больше. Совсем недавно наша съемочная группа побывала в такой семье. Это Станица Красногорская, где в семье Кономатовых растут шестеро ребятишек. И вот я вам сейчас предлагаю посмотреть вместе со мной этот стежок. Давайте посмотрим. Станица Красногорская, что раскинулась на берегах Кубани в Усть-Жгутинском районе, богата своей историей. А еще она богата многодетными семьями. Об одной из них расскажем. Улица Речная. На ней сравнительно недавно построили свой уютный дом Назир и Флюра Кономатовы. И сегодня, по традициям кавказского гостеприимства, здесь встречают гостей. А гости – это наша съемочная группа. И к нашему приезду здесь подготовились основательно. Давайте знакомиться. Глава семьи Назир Борисович Кономатов. 48 лет. Предприниматель имеет свой небольшой, как сегодня говорят, средний бизнес. Хозяйка дома Флюра Шамильевна. От природы очень красивая, мягкая женщина. В реальности заботливая, любящая супругу и замечательная мама шестерых ребятишек. Трудно поверить, правда? Но да, в семье Кономатовых шестеро детей. Скорее банально, чем оригинально, состоялось 23 года назад знакомство Назира и Флюры. Давайте представим на минуточку далекий город Бишкек в Киргизии, где за прилавком магазина стоит красивая татарочка, а по линии торговых связей к ней повадился ходить симпатичный парень с Кавказа. И там я с ней познакомился. И потом. Но нас же вам чем-то приглянулось? Чем? Ну не знаю. Тогда я была и симпатичная, и молодая. Поэтому, наверное. Были, да, недоразумения там все. Как ты что себе не нашел свою нацию? Ну, я на это не посмотрел. И через год привез сюда, домой. Назир, как ухаживать за девушками? Ну, это же, что я, цветы, конфеты, цветы, конфеты. И все. Там же больше, вот, нет, даже не загадка. Там, что для девушек что надо? Да, конфеты, цветы хорошие такие. И все там. Долго там. Долго этого ничего не надо. Так я думаю. Лично это мое мнение. Ну, он был очень добрый такой, ухаживал красиво. Как ухаживал? Ну, цветы дарил. Приглашал там погулять куда-нибудь. Столько общего у нас. Интересы какие-то совпадали. Ну, не знаю, чем-то зацепил, наверное. И так понравился. Дальше больше. Считалось, что кавказские ребята, они такие прям. Ну, он не такой был. Я сейчас даже и не знала. Я раньше нацию карачаевцев даже не слышала. Ну, вот, для меня это было, я не могла понять. А когда он начал разговаривать, почему-то, ну, вот, язык, я все понимала, что он говорит. Хотя у нас немножко не совпадает, у нас мягче, у них чуть-чуть жестче. Вот, но у нас, ну, не знаю, вот такой парень, такой веселый. И вот так мы как-то и сошлись. Домой в Красногорку Назир любимую девушку привез не сразу. Родные поначалу не приветствовали их брак. Причем против были обе стороны. Но чувствам своим остался верен. Поэтому свадьбу сыграли в Бишкеке. Первое время ее родители вообще против были. Ну, они все думали, если все, когда на Кавказ забирают, они думали, все, это Кавказ, все. Но потом со временем, со временем, со временем все пошло нормально. Мои непрестны, потому что мне пришлось уезжать. Ну, они так подумали, что уедешь, как так, у нас единственная дочь, как мы будем скучать, да еще. Там же раньше не было такого, чтобы спокойно можно в Россию было ехать у нас. Во-первых, это очень далеко. Во-вторых, они говорят, мы не знаем семью, куда мы тебя отправим. И не могли оттуда приехать, тоже работали. А здесь тоже им хотелось, наверное, Карачаевку. Ну, а потом, со временем, полюбили друг друга все. И нормально сейчас у нас отношения хорошие. В Киргизии в семье Кономатовых родились двое старших детей. Дочери Амини сейчас 22. Она возглавляет один из филиалов популярной торговой сети. Работы много, поэтому застать девушку дома нелегко. А сын Ислам в этом году окончил среднюю школу. С одобрения родителей парень решил получить образование в сфере медицины. Учиться будет в Казани, где сейчас живут родители флеры. Они одобрили, сказали, как делай, как знаешь. Они всегда будут за. Куда я поступлю, на ком женюсь, то уже они будут рады. То есть нет там, иди туда, поступай сюда, женись на этой, жить на той. Они одобрили мой выбор. Если ребенка 14 или 15, уже надо мнение даже ребенка услышать. Что она хочет, как хочет. Я лично так думаю. Вообще, кономатовы старшие во взаимоотношениях с детьми придерживаются современных взглядов. Дети имеют право на свое мнение и считаться с ним надо. Так проще найти решение, которое устраивало бы обе стороны. Они делают так, как нам нравится. Не так, как они хотят, а так, как нам нравится. У нас разные вкусы, но они больше делают то, что нам нравится. И покупают то, что нам нравится, а не им там. И соглашаются с нашим выбором, вкусом, то, что нам нравится. Кстати, знакомьтесь, 14-летняя дочка Номатовых Альмира. Пожалуй, главная мамина помощница по хозяйству. Почти цитирую фрагмент народной кинокомедии. Не комсомолка, но отличница, спортсменка, активистка и просто красавица. Изучает иностранные языки, а в будущем хочет создать такую же семью, как у родителей. Чтобы она была такой же дружелюбной, большой. Интересное дело. Живя в одной семье, девочки делают свои выводы, а вот ребята свои. Ты бы хотел у себя в своей жизни построить такую семью, которую сегодня имеют твои папа и мама? Да, хотел бы. Ну, не столько много детей, но хотелось бы. Даже, может, лучше построить семью. А почему не хочешь много детей? Я не знаю, не люблю. Лучше так, два-три ребенка, все, и хватит. Извечные вопросы одолевают многих из нас в 17 лет. Как выбрать себе спутника жизни, чтобы не ошибиться? Как построить быт и пережить вместе все трудности, решать все проблемы, связанные с семейной жизнью? Как будто вы проблему решали взаимностью, находили вопросик, конгромизм. Но не один я это решал. Всегда по-любому решается, если ты уже семейный человек, ты не один. Ну, решали вдвоем, что, как, как дальше жить, как быть. Там уже другого не было такого, чтобы я один, все, я такого не был. Носки разбрасываете в доме? Естественно. Она на вас за это рычит? Нет, конечно, нет, нет, нет. У нас нет такого. Нет, да, бывает. Ну, не специально там, но бывает, сняли. Она вот умеет угадывать ваше настроение? Когда вас лучше не трогать? Когда к вам можно подойти, подлезаться, какую-нибудь проблему решить? Это, конечно, они все видят. Как я захожу, что-то какие-то нужны, там, туда-сюда. Они ждут пока, да, ждет, ждет. Видите, улыбочка появляется на лице, значит, все, начнут аппарата атаковать. И начинается там вечная проблема. А это, ну, сдалека, как обычно. Мы всегда смотрим, когда же он, с каким настроением он приходит, и что-то нам попросить надо. Ну, вот так. Ну, насчет того, что попросить, он всегда, если скажет, что там что-то нужно, он никогда не отказывал. Не было, даже вот если нету, но он старался что-то сделать, достать, принести. Но не было такого, вот в узи, видите, у меня сейчас денег нет, вас так много, а я где возьму? Такого и не было. Он всегда вот скажет, на зерно, то-то-то, давайте постараемся вместе как-то. Ну, и как-то старались вместе там где-то сэкономить, где-то что-то сделать. Конечно, главный добытчик в семье Назир. Работает много, чтобы всем и на все хватало. Флюры с детьми управляются по хозяйству. Говорят, домашний труд женщины самый незаметный, неблагодарный что ли, потому что его никто не видит. Все как будто бы само собой случается. Еда сама готовится, белье стирается и гладится, ну и далее по списку, как говорится. Но стоит только женщине взять короткую паузу, и ее отсутствие всем сразу становится заметно. У меня пять заловок, деверь есть. И вот я с ними, знаете, вот у меня не было сестер, но они мне как сестры. Они научили меня доить корову, работать в огороде. Хотя у меня такого ничего не было. Я не умела тяпкать там, что-то делать. Коровой вообще-то, мне даже не знали, с какой стороны к ней можно подойти. А так хорошо было у нас всегда. Они такие дружные, так что мне очень повезло, что я попала в их семью. Я не скажу, что он мне помогал в хозяйстве. Ну там помогал за детьми смотреть там что-то, ночью вставал там. Такого не было, конечно. Но он никогда не кричал там, если дети плачут, ешь, такие успокоят там, что-то там, то не готово, это не готово. Он такой непривередливый, что ест там, покушает. Ну такой спокойный. Может поэтому как-то он понимал меня, что мне тяжело и не сильно так напрягал. Хозяйка хорошая, Флюра? Да, хорошая. Проблем нет. Я только вам первый раз говорю такие слова. Я больше такие слова нигде даже не услышал. Ну а вы супругу свою баловать любите? Делаете ей подарки какие-то приятные? Может моменты доставляете в жизнь? Чем-то балуете? Да вроде бы ни в чем ей, ни в чем не отказывал ей. Вроде бы старался. Чтобы он мне подарки дарил. Ну в принципе я как-то и не нуждаюсь. Главное, чтобы у него хорошее настроение было. Чтобы не скандалов, ничего такого. Это самый главный подарок для меня. Знаете, что в семье был такой покой, спокойствие. Мне больше не нужно ничего. Ни материально такого. Ни цветов не нужно. У меня там целый огород цветов. Я люблю цветы, но не требую от него этого. Так что мне главное, чтобы у него было нормальное настроение всегда. Чтобы он улыбался, чтобы он все устраивало. Вот и все. В свои еще молодые годы Флюра проявляет качество женщины, умудренной жизненным опытом. Они помогают ей сохранять теплый, комфортный климат в семье, чтобы в доме всем было уютно. И большим, и маленьким. А младших еще трое. Милане 13, она пойдет в 7 класс. Мадине 10, а Ибрагиму 6. Ему в этом году только предстоит стать школьником. У каждого из детей Гономатовых есть чем заняться дома. В селе по-другому не бывает. Но если есть повод собраться всем вместе за столом, поговорить по душам, узнать новости, такую возможность не упустит никто. Как вы стали готовить карачаевские блюда? Ну, хачаны меня научил делать вот на зир. Мы когда жили с родителями, они уехали отдыхать. Да не помню уже. Вот. Нальчик, да. И этот. Он мне говорит, давай хачаны сделай. Я говорю, так я же не умею делать-то. Он говорит, я тебя научу. Ты тесто умеешь ставить? Я говорю, умею. Я говорю, давай меси. Тесто за ним. Говорит, теперь картошку чисти. Ну, вы очистите. Он говорит, ну, принес мне эту мясорубку. Говорит, давай все это прокрутим. Мы сыр и все. Ну, мы сделали все. Шарики вот такие. Мне, давай кататься. Ну, я говорю, а дальше как? Он говорит, теперь тесто вот. Ну, объяснил мне, что тесто надо так раскидать, потом так чуть-чуть сделать, туда шарик положить, туда залепить. Ну, и так у меня с первого раза так нормально получилось. Я же сама удивилась. С высоты прожитых лет, личного опыта, супруги Кономатовой могут выразить и личное отношение к тому, что происходит сегодня в молодежной среде. И почему современные молодые люди не спешат создавать семьи. Да, были там недопонимания, но все-таки сядем, уже все, вроде бы все решалось разговорами. Вообще, ваша позиция какая? Все вопросы можно, все проблемы можно решить за столом переговоров? Ну, естественно, конечно. А как? Через кого-то, через посредников? Нет. Если сами затеяли, сами решили. Это вопрос надо решать. Не так, чтобы там помогли. То есть, с моей стороны или с ее стороны. Нет, зачем? Ну, поругались. В любой семье так должно быть. Поругались сами, должны этот вопрос решить. Не надо там афишировать, мы ему сегодня так, он так сказал, и он так сказал. Зачем? Сели и решили вопрос. Там, по-моему, другого варианта не должно быть. Если люди будут вот так друг к другу относиться, молодые, да, и что если будут действительно понимать друг друга, что вдвоем будут стараться это все сделать, мне кажется, они все преодолеют. А если будет один себе тянуть в одну сторону, и только для себя, это тяжело будет. Родители вечно не бывают. Надеяться на них, что они тебе постоянно, пожизненно будут помогать, это же смешно. Если вот ты женишься, для чего? Чтобы тебе родители помогали или государство тебе помогало? Ты, в первую очередь, должен надеяться на себя. Не надо бояться. Если меньше будешь спать, все получится. А если будешь там лежать и мечтать, тебе ничего не получится. А что они боятся? Зачем дорогие машины? Разве все счастье в дорогих машинах, что ли? Нет, я так не думаю. Я думаю, чтобы было главное счастье, чтобы дома дети не болели. Остальное это все можно заработать. Счастье – это? Это большая семья. Ты счастливая женщина? Конечно, я очень счастливая. Я вообще счастлива во всем. Тот, кто живет в любви и заботе, говорит смело, счастье – это когда все дома, где уютно и тепло, где мамины руки самые добрые на свете, где папин совет самый главный, где тебя всегда примут, поймут, поддержат и помогут, а главное – любят. Но погоду в этом доме мы делаем сами, и она важнее всего. Ориентина Александровна, спасибо большое за участие в программе. В вашем лице я хочу поздравить с праздником Министерства, которое вы сегодня представляете. Еще раз с праздником. Спасибо. Мы с вами встречаемся как раз в день праздничный. Поэтому в вашем лице здоровья, успехов и терпения. Спасибо. Вам тоже удачи. Спасибо, дорогие друзья. Мы продолжаем наши эфиры. Оставайтесь вместе с нами. Впереди вас ждет программа про здоровье. Мне же остается поблагодарить вас и попрощаться. До новых встреч в эфире. До свидания. До новых встреч в эфире.